корейский язык урок 8 седьмой поехали сегодня мы пройдем сразу две грамматики с этой главы так как значение у них одинаковое единственно нужно знать когда мы используем хеонгнгса а когда томгса давайте посмотрим итак грамматика НД смотрим на картинку парень спрашивает чечудо и иных отелей писаю отели в чечудо дорогие Ханса отвечает справа отель дорогой слева отель недорогой давайте распишем эту грамматику и я подробно подробно объясню эту грамматику грамматика НД значение этой грамматики противопоставление когда мы говорим что это вещь или этот человек такой а вот эта вещь или вот этот человек такой например это оранжевый цвет а это голубой цвет это дорогое это дешевое это учитель а это ученик а еще легче понять эту грамматику и запомнить я вам объясню так все мы с вами знаем слово кронды кронды очень часто используем в своем письме кронды 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 переводится но однако в корне н.д. кронды н.д. и н.д. всегда будет оттенок но что-то было сказано и далее идет какое-то противопоставление например я люблю корейский язык но очень тяжело думаю понятно поэтому где-нибудь а внизу где есть место в скобках допишите кронды чтобы вам было легче сразу вспомнить о чем эта грамматика это касается не только хеонг нюнса это также касается и томса и мёнса в данный момент мы с вами будем рассматривать для хеонг нюнса ну давайте рассмотрим примеры первый пример хансы кига кунде энди ки нын чабе хансы высокий энди маленький второй пример нэ чингу нэн хангук нэн чин ги чин дэй нан нэн чиро мой друг корейское блюдо нравится мне не нравится третий пример нэ чин гу нэн тони ман нэн дэй нан нэн нан чиро на у моего друга денег много у меня их немного четвертый пример энди нэн кекетан дэй хансы нэн чам торовая энди чистоплотный а хансы немножко грязный ну здесь конечно я пошутил просто чтобы вам привести в пример как работает эта грамматика я привел этот пример ну вот и вся грамматика это такое а вот это вот такое этот высокий этот маленький этот любит корейское блюдо этот не любит легко легко идем далее итак давайте сначала мы распишем все все грамматики а потом я дам вам книги задания и вы проработаете их хорошо вторая наша грамматика нэн дэй все то же самое противопоставление только в этом случае мы рассматриваем для тонгса смотрим примеры чонын тяаккёэй таннин дэй тонгсинг энэн хаккёэй танёю я хожу у университет а а сестренка ходит в школу. Второй пример. 저는 고기를 좋아하는데 동생은 제 소를 좋아해요. Я люблю мясо, а сестренка любит овощи. Третий пример. 저는 한국어를 아는데 동생은 영어를 알아요. Я корейский знаю. Сестренка английский знает. Смотрите, друзья. Здесь необязательно строить предложение, что я корейский знаю, а сестренка знает английский язык. Здесь можно сказать по-другому. Например, сестренка не знает корейский язык. Грамматика будет работать одинаково. Например, 저는 한국어를 아는데 동생은 몰래요. 모테요. 알지 아마요. Можно, в принципе, так. Я знаю корейский язык, а сестренка корейский язык не знает. Необязательно, чтобы у нее была какая-то альтернатива, что она знает. Вот. Идем далее. Четвертый пример. Я работаю на фирме. Сестренка работает в больнице. Легко? Легко. Идем далее. И последнее. Я хочу, чтобы вы записали грамматику инде. Все то же самое. Противопоставление только для мюнкса, когда мы используем существительное. Смотрим примеры. Энди는 미국 사람인데, Хансы는 독일 사람이에요. Энди – американец, Хансы – немец. Второй пример. Я работник фирмы. Наталья – учитель. Третий пример. Это здание аптека. А вон то здание – банк. Ну вот и все. Вот и вся грамматика. Урок у нас закончился. Не торопитесь отключаться. Далее пойдет задание. И также не забывайте заходить в контакт «Домашняя работа» и проделывать всю домашнюю работу. Все. Увидимся на следующем видео. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok. Субтитры сделал DimaTorzok. Субтитры сделал DimaTorzok. Субтитры сделал DimaTorzok.